Пейзаж Пейзаж Ездовые собаки Сибирская лайка, аляскинский маламут, самоедский шпиц, гренландская собака Собаки, происходящие из арктических областей, делятся на четыре породы Сибирская лайка хаски, аляскинский маламут, самоедский шпиц и гренландская собака Лайка была выведена от сибирских ездовых собак кочевыми племенами чукчи, живущими в Восточной Сибири практически напротив Аляски Эта народность, промышлявшая разведением оленей, а также охотой и рыболовством, нуждалась в быстрых перемещениях на огромные расстояния Собачья упряжка стала для нее идеальным средством передвижения На территории Аляски аналогичную работу проделало племя маламутов, выведшие собак, похожих на лайку, но отличающихся гораздо более высоким ростом Менее подвижные, способные тянуть большие грузы, маламуты, по всей видимости, обязаны своим мощным телосложением, частым скрещиванием с волками Самоедский шпиц был выведен одноименным племенем, известным также как Саами, и занимавшим обширные территории в северной части России и хвосток от Уральского хребта Идеальные посушки и прекрасные охотничьи собаки, отлично приспособленные к суровым климатическим условиям этих северных областей, Самоедские шпицы отличаются мощным телосложением и высокой подвижностью Гренландские собаки являются прирожденными обитателями полярных областей Они живут бок о бок с народом, от которого получили свое имя на грандиозных просторах холодного и негостеприимного острова Гренландия Простые и суровые, как и их хозяева, гренландцы выполняют самые разнообразные функции в числе которых санная тяга, помощь людям в охоте и защита их от белых медведей Обладая исключительным обонянием, гренландцы способны брать след медведя или оленя спустя много дней после прохода животного Сибирская лайка Хаски Стандартно сибирскую лайку описывает ее как рабочую собаку среднего роста, обладающую большой подвижностью Гибкая и элегантная, лайка имеет умеренное плотное телосложение, густой мех, прямые уши и хвост лопаткой Благодаря своему бегу, плавному и без видимых усилий, лайка идеально подходит для легких перевозок В этой собаке превосходно уравновешены сила, быстрота и выносливость Лайка обладает хорошей мускулатурой и не должна иметь избыточный вес Высота доза грибка составляет у кобелей от 53,5 до 60 см, у сук от 51 до 56 см Вес у кобелей составляет до 20,5 кг, у сук от 16 до 23 кг Вес, как правило, пропорционален высоте Профиль, длина туловища от кончика лопатки до верхнего края бедренной кости слегка превышает высоту дохолки Морда имеет живое, дружелюбное выражение с некоторым оттенком лукавства Миндалевидные глаза расположены на умеренном расстоянии друг от друга и поставлены чуть-чуть наискось Цвет глаз карий или голубой, при этом один глаз может быть карим, а другой голубым Бывает и так, что в одном и том же глазе присутствуют оба этих цвета Уши средней величины и треугольной формы расположены высоко на голове, близко друг от друга Покрытые густой шерстью, слегка догообразной в задней части, они имеют закругленные кончики и поднят вертикально вверх Череп имеет округлую форму в своей верхней части и постепенно сужается в направлении глаз Лоб четко очерчен, носовой ствол образует прямую линию между лбом и кончиком морды Морда имеет среднюю длину и постепенно сужается к носу, не будучи ни слишком заостренной, ни слишком плоской Расстояние между кончиком носа и лбом равно расстоянию между лбом и затылком Нос черный у собак с черной и серой шерстью, коричневый у собак с рыжей и коричневой шерстью, телесного цвета у животных белоснежной масти Допускается также розовая полоска, характерная для так называемого снежного носа Губы имеют ровную окраску и образуют идеальную смычку Прикус носит характер ножниц Шея имеет среднюю длину и дугообразную форму Высоко поднята вверх, когда собака находится в состоянии покоя Во время бега шея вытягивается и голова подается слегка вперед Грудь мощная, но не слишком широкая Ее самая нижняя точка расположена чуть позади коленного сгиба на той же высоте Ребра в местах своего отхода от позвоночного столба имеют ярко выраженную округлую форму Но сплющиваются по бокам, что обеспечивает животному большую свободу движений Спиной хребет образует прямую линию между загривком и крестцом Хвост напоминает лисий и расположен чуть ниже спинного хребта Когда собака настораживается, он поднимается вверх и принимает серповидную форму Хвост густо покрыт шерстью, которая никогда не бахромится Когда собака отдыхает, хвост опущен Лопатки сильно поданы назад Часть лапы от лопатки до колена никогда не бывает перпендикулярна земле Мышцы и связки, соединяющие лопатки с грудной клеткой, прочны и хорошо развиты Если смотреть спереди, передние конечности выглядят параллельными и прямыми Отстоящими на умеренном расстоянии друг от друга При виде сбоку нижние части лап выглядят слегка наклонными Они обладают мощными, но гибкими суставами Костяк у собаки прочный и достаточно легкий Длина лапы от колена до земли чуть превышает расстояние от колена до самой верхней точки холки Ступни имеют овальную, невытянутую форму Величина ступней средняя Промежутки между пальцами и подборами выглядят густой шерстью При виде сзади задние ноги выглядят параллельными и слегка стоящими друг от друга Бедра мускулистые и мощные Колени угловатые, суставы щиколоток расположены низко от земли Шерстяной покров идет в два слоя и имеет среднюю длину Он напоминает густую шубу и не настолько длинен, чтобы скрывать очертания собаки Подшерсток мягкий и густой Защитные волоски гладкие и уложенные, никогда не стоят щеткой Отсутствие подшерстка в период линьки является нормальным фактом Допускаются все расцветки от черной до белоснежной У всех собак этой породы на голове присутствует маска Которая может иметь множество различных рисунков, не встречающихся у других пород Как уже подчеркивалось, бег лайки отличается легкостью и отсутствием видимых усилий С хорошим отталкиванием задними лапами и удлинением передних лап При демонстрации собаку ведут за шейный ремень на умеренной скорости При передвижении шагом, конечности постепенно загибаются вовнутрь до тех пор Пока концы лап не встанут по прямой линии под продольной осью туловища Благодаря этому задняя лапа всегда вступает на то же место, куда ступала передняя Когда собака бежит, линия спины должна оставаться неподвижной и прямой Важной характеристикой данной породы является ее темперамент Сибирская лайка отличается приветливым дружелюбным нравом Ей не свойственны ни агрессивность, ни чрезмерная пугливость Аляскинский маламут Стандартно аляскинского маламута описывает ездовую собаку Выведенную для перевозки тяжелых грузов на большие расстояния в экстремальных климатических условиях Мощный, массивный, с развитой грудной клеткой и компактным, но не слишком коротким туловищем Маламут обладает крепкими, умеренно угловатыми лапами Оптимальный рост составляет 63 см у кобеля и 58,5 см у суки Вес 38 кг у кобеля и 34 кг у суки Всегда прямо стоящая на лапах, собака имеет очень энергичный вид и горделивую осанку С высоко поднятой головой и живым взглядом Крупная и мощная голова выдает большой интеллект и гармонично соответствует размерам туловища Длина морды должна соответствовать длине черепа Который имеет наибольшую ширину области между ушами и постепенно сужается в направлении глаз Кроме того, между ушами череп слегка закруглен, ближе к глазам становится более плоским и снова приобретает округлость уже в области щек, которые должны быть умеренно плоскими Толстая массивная морда сужается от черепа к носу Губы плотно прилегают друг к другу, челюсти выглядят широкими, зубы крупные и образуют прикосную цепу ножниц Нос всегда черный Темно-карие глаза у особей рыжей масти, они могут иметь более светлый оттенок, вплоть до интарного, имеют миндалевидную форму и косо посажены Размер глаз средний Размер ушей тоже средний и даже скорее маленький, в зависимости от величины головы Верхняя часть ушей имеет треугольную форму Кончики ушей слегка закруглены Нижняя часть уха должна плотно прилегать к черепу на уровне верхнего угла глаза В поднятом положении уши слегка поданы вперед Когда собака работает, они также могут загибаться в сторону черепа Мощная шея скорее короткая, нежели длинная и имеет дугообразную форму Как уже говорилось, туловище у маламута мощное и компактное, но не слишком короткое Грудь сильная и объемная, спина прямая, с легким уклоном в направлении бедер Поясница мускулистая и умеренно длинная Что благоприятствует отталкиванию задними лапами, а также свободному и ритмичному движению Лопатки умеренно покаты Крепкие и мускулистые передние ноги имеют короткие нижние части Которые при виде сбоку выглядят почти вертикальными Крупные и компактные ступни имеют плотно сжатые дугообразные пальцы Жесткие подушечки и короткие твердые когти Шерсть между пальцами выполняет преимущественно защитную функцию Задние ноги широкие, бедра мускулистые, колени умеренно угловатые Широкие и крепкие щиколотки также умеренно угловаты При виде сзади задние ноги стоят перпендикулярно, образуя идеально прямую линию с передними ногами В этих мощных ногах угадывается исключительная толкательная сила Хвост, образующий прямую линию с позвоночным столбом, покрыт густой шерстью и должен подниматься над спиной Подобно некой колеблющейся пушистой массе Снабженный густой защитной шерстью, которая в зависимости от части туловища может иметь короткую или среднюю длину Маламут обладает густым пушистым подшерстком длиной от 2,5 до 5 см Обращает на себя внимание и броская грива вокруг шеи и лопаток Предусмотренная стандартом масть может варьироваться от светло-серой до черной С неизменным белым оттенком в нижней части туловища А также в отдельных местах на лапах, ступнях и маске Рисунок на голове должен быть в виде шапочки, которая может сопровождаться или заменяться маской на морде Допускается также белый значок на лбу и воротничок или пятно под затылком В качестве сплошной окраски допускается только белое Не отличаясь ни чрезмерной тяжестью, ни массивностью, маламут представляет собой сильную и выносливую ездовую собаку Идеально приспособленную для тяги больших грузов на большие расстояния Обладая великолепной выносливостью, маламут проявляет максимум эффективности при минимальном расходе энергии Благодаря особенностям своей походки Благодаря тому гармоничному и уравновешенному шагу, который исключает какие бы то ни было лишние усилия При котором всегда сохраняется центр тяжести и исключается скрещивание лап Маламут обычно бывает сильно привязан ко всей семье, где он содержится Оказывая при этом предпочтение хозяину, то есть тому, кого все признают за главного Несмотря на грозный внешний вид, маламут не может использоваться в качестве сторожевого пса Приветливый с незнакомцами, он никогда не проявляет агрессивности ни по отношению к взрослым, ни тем более к детям В то же время маламута необходимо специально привычать к тому, чтобы он не вступал в стычки с другими собаками своего пола Особенно если речь идет о кабелях Обладая большим интеллектом, маламут все схватывает на лету Но склонен проявлять упрямство, если дело касается его убеждений Самоедский шпиц Стандартно Самоедского шпица Описывает собаку, которая была выведена не только в качестве ездовой, но и для выполнения ряда других функций В том числе в качестве пастушьей и охотничьей собаки Внешний вид этого арктического шпица с почти квадратным туловищем сочетает в себе элегантность, мощь, подвижность, достоинство и надежность Давние дискуссии о разделении этих собак на самоедов медвежьего или английского типа и самоедов волчьего или американского типа В конце концов разрешились компромиссом Благодаря выведению единого типа самоеда, который характеризуется дружелюбием медвежьего типа и красотой движений волчьего Теперь мы можем представить официальный стандарт самоеда в следующих терминах Не отличаясь ни чрезмерной массивностью, ни чрезмерной легкостью, самоед обладает мощной головой с клинообразным черепом и небольшим затылочным гребнем Массивная и высокая морда, имеющая почти такую же длину, как череп, постепенно сужается в направлении носа, который хорошо развит и бывает преимущественно черного цвета Носовой ствол прямой, губы прилегают к щекам, их цвет приближается к телесному Рот, слегка приподнятый по линии смыкания, должен образовывать характерное подобие улыбки Острые, как бритва зубы, образуют прикус ножницами Темно-карие, миндалевидные глаза расположены слегка наискость и глубоко посажены Подвижные и внимательные, они имеют умное и бойкое выражение Далеко от стоящие высокие уши должны быть небольшими, треугольными, прямыми, подвижными и слегка закругленными на концах Горделиво поднятая шея имеет умеренную длину и отличается большой силой Компактная и подвижная одновременно, туловище самоеда имеет чуть больше размер в высоту, чем в длину, благодаря низко опущенной груди Спереди грудная клетка выглядит широкой и объемной Круп толстый, мускулистый и слегка покатый Что касается спины, то она средней длины, мускулистая и прямая Поясница массивная, живот чуть втянут Предусмотренная стандартом высота составляет 57 см для кобелей и 53 см для сух Допускаются также особи высотой с отклонением плюс-минус 3 см от стандартной Лопатки длинные, плотные и слегка покатые Ноги, наделенные мощными выдающимися костями, выглядят крепкими и мускулистыми Если смотреть спереди, передние лапы расположены отвесно, колени прилегают к туловищу, нижние части лап массивные, но гибкие Задние конечности, если смотреть сзади, выглядят прямыми и параллельными Они отличаются хорошо развитой мускулатурой, угловатыми щиколотками и низко расположенными суставами Ступни овальные, гибкие, с расставленными слегка дугообразными пальцами Когда собака находится в движении или на стороже, хвост загибается вперед на спину или вбок В положении отдыха хвост опущен до щиколоток Имея умеренную длину, густо покрытый шерстью, хвост с его характерной подвижностью подчеркивает грациозность и ловкость собаки Шерстяной покров должен быть плотным, густым, тяжелым и мягким Подобно другим северным породам, самаят также обладает двойным шерстяным покровом При этом подшерсток у него короткий, пушистый и густой А верхний слой шерсти состоит из более длинных, прямых и жестких волосков Шерсть, особенно у кобелей, образует великолепный воротник на шее и лопатках На лапах, голове и наружной поверхности ушей шерсть короткая и гладкая Зато внутренняя поверхность ушей, а также промежутки между пальцами ног покрыты и защищены густой шерстью Следует также отметить, что у сук шерсть, как правило, более короткая и гладкая, чем у кобелей Что касается окраски, то стандарт предусматривает белый или желтовато-белый в качестве основного цвета, а также белый с пятнами бисквитного цвета Губы, контуры глаз и нос обязательно должны быть черными, за исключением тех случаев, когда ввиду утраты пигментации допускается темно-коричневый цвет Характер движения самоеда типичен для ездовых собак Своей упругой и непринужденной походкой собаки этой породы обязаны хорошему растяжению передних и большой движущей силе задних конечностей Как и у маламутов, задние лапы самоедов идут в один след с передними, со всеми вытекающими отсюда преимуществами Обладая мягким, дружелюбным нравом, самоед в то же время не принадлежит к числу абсолютно покорных собак, сохраняя в любой ситуации чувство собственного достоинства и глубокое уважение к себе и другим Умные и проницательные, собаки этой породы мгновенно ориентируются в ситуации и если они хорошо воспитаны, дарят вам свое дружеское расположение всегда адекватное, уравновешенное и ответственное Лишь в присутствии других собак ваша воля должна быть несгибаемой, поскольку самоед всегда склонен утверждать свое господство на территории, которую он считает своей Самоеды прекрасно относятся к детям и могут представлять собой оптимальный вариант для того, кто ищет любящую и надежную няню для своих детей Гренландская собака Стандартную гренландскую собаку, как это часто бывает в случае менее известных и распространенных пород, не дает точного определения идеального экземпляра Составление стандарта, предусматривающего высокую степень избирательности, требует обширных исследований с сопоставлением и испытанием огромного количества особей Это длинная и сложная процедура, которая в случае гренландца еще не доведена до конца Тем не менее, при всех своих недоработках официальный стандарт определяет гренландца как сильную полярную собаку, выведенную для санной тяги в экстремальных климатических условиях Благодаря большой физической силе, гренландцы являются превосходными издовыми собаками Они обладают компактным туловищем, высота которого чуть меньше длины В отношении роста стандарт фиксирует лишь минимальные значения и ничего не говорит о максимальных Таким образом, он определяет 60 см и выше для кобелей и 55 см и выше для сук Те же проблемы и с весом, минимум которого определяется в 45 кг для кобелей и 30 кг для сук Чтобы узнать об этой породе больше, чем зафиксировано в стандарте и получить в свое распоряжение достоверный портрет гренландца Каким он был сформирован за столетия человеком и природой Следует, вероятно, обратиться к фотографическим документам, восходящим к периоду освоения Арктики Эти изображения представляют нам собаку ростом чуть выше среднего Которая своими размерами и скелетом находится где-то посередине между сибирской хаски и более внушительным маламутом Череп широкий и слегка куполообразный, лоб четко выделенный, но не крутой Морда крупная и широкая в основании, имеет коническую форму и, не будучи заостренной, сужается в направлении носа Носовой ствол широкий от основания до кончика носа представляется идеально прямым Нос черный, но в более холодных областях он может приобретать светлую окраску Маленькие и сомкнутые губы хорошо приспособлены к зубам, которые отличаются исключительной крепостью Прикус имеет характер ножниц Глаза и не выступают вперед, и не западают, посажены чуть наискось Цвет глаз преимущественно темный, но бывает и более светлым, что зависит от масти Взгляд у гренландца честный, теплый, дружелюбный и никогда не бывает злым Уши поставлены прямо, имеют треугольную форму, сравнительно небольшой размер и округлые кончики Шея, как у всех пород, выведенных с расчетом на выносливость, должна быть относительно короткой и очень сильной Исключительно сильное и мускулистое туловище отличается хорошо развитой грудной клеткой, прямой спиной, прямой и широкой поясницей, слегка покатым группам и не втянутым животом, расположенным на одной линии с грудью Лапы, отличающиеся сильными мышцами и тяжелым, но не чрезмерно массивным и грубым костяком, выказывают недюжинную силу, гармонию и элегантность одновременно При виде спереди передние лапы выглядят идеально прямыми, колени расположены свободно, но прилегают к туловищу Задние лапы, в свою очередь, также выглядят идеально прямыми и слегка угловатыми Широкие и мощные щиколотки также отличаются сильными мышцами и тяжелым костяком Ступни относительно крупные, мощные и округлые, с сильными когтями и твердыми пятками Толстый и относительно короткий хвост расположен высоко и сильно загнут на спину, что придает ему вид пучка Такой загнутый хвост, по всей вероятности, представляет собой признак прирученности животного Позволяя ему быть сразу узнанным хозяином, даже в самые драматичные моменты такой ситуации, как столкновение со стаей волков Вследствие привычки выдерживать температуру, которая в течение длительных периодов года не поднимается выше 50 градусов мороза Гренландец приобрел еще более густой и плотный шерстяной покров, чем у других арктических пород Этот непроницаемый противоморозный барьер состоит из густого мягкого подшерстка и верхнего слоя Плотной, прямой и грубой шерсти, без волн и завитушек На голове и лапах шерсть относительно короткая, на конце хвоста густая и длинная Что касается цвета шерсти, стандартом допускаются все цвета, включая смешанные, с опорой на белый Характер гренландца стандартом в расчет не принимается Однако, исходя из того, что эта собака предназначена для беговой упряжки Можно сделать вывод, что ее нрав должен быть открытым, искренним и надежным, как и у других арктических пород Гренландец относится к тем простым породам собак, которые нуждаются в основательном воспитании И приручении с щенячьего возраста, и в опытном хозяине, умеющем поставить себя неоспоримым лидером При выполнении обоих названных условий, вы получите себе в друзья собаку, одинаково добрую к детям и взрослым Привязанную к семье и абсолютно безопасную При встречах с другими собаками, гренландец может принимать воинственную позу лишь в том случае, если к нему пристают или открыто бросают ему вызов В последнее время специалисты, занимающиеся разведением собак, дополнили эти четыре основные северные породы гибридами Выведенными специально для соревнований по самному спорту Особый интерес представляет аляскинская хаски Сочетающая в себе такие качества, как быстрота, выносливость и ум Поскольку в ее жилах течет кровь борзой, сибирской лайки и охотничьей собаки Несмотря на то, что на нее нет официального стандарта, аляскинская хаски все чаще появляется на соревнованиях благодаря своим исключительным атлетическим способностям Благодаря ее кроткому, неагрессивному характеру, эту собаку легко приучить к мирному сосуществованию с себе подобными Если вы собираетесь завести себе собаку северной породы Имейте в виду, что вам придется встретиться и познакомиться с собакой Ценищейся исключительно за свои рабочие качества, но ни в коем случае не за свойства характера Дело в том, что эти собаки, послушные с хозяином, терпимые и миролюбивые в общении с товарищами В то же время отличаются немалым интеллектом и способностью проявлять изрядную дозу свободной воли В таких ситуациях, когда, например, требуется сделать выбор, последовать ли приказу хозяина или замереть перед трещиной во льду Такая независимость, безусловно полезная и похвальная среди льдов, вряд ли уместна в городских условиях Где особь северной породы может не найти ничего предосудительного в том, чтобы броситься на соседскую кошку или атаковать первый попавшийся курятник Тем не менее, северную собаку можно спокойно научить умерять свою природную независимость и выполнять приказания хозяина При условии, что их цель будет воспринята ею как достойное уважение Уяснив себе этот первый момент, продолжим тему выбора щенка, оценивая достоинства и недостатки различных пород Сибирская лайка, прекраснейшая и типичная представительница северных пород собак, хорошо приспособлена к жизни в условиях городской квартиры Исключительно чистоплотная, жизнерадостная и дружелюбная со всеми, она никогда не проявляет агрессивности и, следовательно, может жить в семье с детьми и пожилыми людьми Не вступает в ссору с другими собаками, если ее не провоцируют Следует, однако, помнить, что сибирская лайка нуждается в постоянном присутствии хозяина, а потому ее нельзя заводить тем, кто в течение дня надолго отлучается из дома Аляскинский маламут тоже очень красивая собака и особенно понравится тем, кто ценит в животных внушительную внешность Он покрыт шерстью средней длины, практически не имеющей запаха и ведет себя намного тише, тем лайка В отличие от других северных пород, маламут нуждается в просторе и большом количестве пищи Ему также необходимо постоянное присутствие хозяина Самоядский шпиц, особенно в возрасте щенка, совершенно неотразим Помимо красоты, его основным достоинством является смирный характер, делающий его прекрасным другом детей Разумеется, в тех границах, которые может предложить собака северной породы Более неприхотливый, чем представители других пород, самояд не создан для гостиных, но является превосходным ходоком и ему нужно больше физических нагрузок Гренландец, вопреки своей репутации агрессивного пса, при хорошем воспитании выказывает исключительные мягкость и доброту в общении с детьми и взрослыми При этом же условии он не более опасен для кошек, кур или кроликов, чем другие северные собаки Воинственным же он может становиться лишь в тех случаях, когда ему досаждают или бросают открытый вызов Решившись на приобретение собаки северной породы, обязательно проверьте, чтобы щенок был привучен к нормальному общению с людьми Если он общителен, жизнерадостен, позволяет себя ласкать и не кусается, можете смело брать его к себе в дом Переступив порог, сразу дайте щенку понять, кто является истинным хозяином в доме Начните с внушения простых, но строгих и неоспоримых правил, делая щенку выговор за любое проявление нежелательного поведения Твердо подавляйте всякую попытку щенка взять над вами власть Если во время наказания собака выкажет признаки покорности, немедленно прекратите начатое, чтобы ваш питомец понял, что его хозяин строг, но справедлив Дрессировку северной собаки необходимо начинать с как можно более раннего возраста Чтобы привучить ее откликаться на зов, заставьте ее в первую очередь узнать ее имя, которое должно быть коротким, четким и звучным Всякий раз, когда щенок идет в вашу сторону, окликайте его по имени, и когда он приблизится, не скупитесь на похвалы Когда щенок научится узнавать свое имя, выделите ему спокойное место и посадите на привязь, которая должна быть достаточно длинной Время от времени окликайте его по имени, и если он слушается, награждайте его лакомствами и ласками В противном случае, мягко потяните его к себе и наградите как бы в знак доброй воли Добившись полного повиновения, снова отвяжите щенка Если он не будет прибегать на ваш зов, не гонитесь за ним, а удалитесь в противоположную сторону Страх остаться в одиночестве заставит его побежать за вами, тем, кто всегда сыпает его похвалами, наградами и ласками Для окончательной проверки того, как он вас слушается, приведите его в такое место, где много искушений Если он будет предпочитать ваш призыв в погоне за кошкой или нападении на курятник, значит, вы проделали отличную работу С этого момента старайтесь не удалять от себя собаку на такое расстояние, где бы она могла не расслышать вашего голоса В режиме питания щенка молоко, мясо и рыба должны преобладать над пищей из лаков и составлять 80% до истечения 40 дней и 60% до истечения двух месяцев В первые два месяца порция мяса должна составлять 150-200 граммов В период между шестимесячным и годовалым возрастом порция мяса постепенно увеличивается до 450 граммов Взрослой собаке нужно давать по 200-300 граммов мяса в день В период роста можно 3-4 раза в день давать яичный желток Пищевой режим взрослой особи включает в себя помимо мяса 150-300 граммов сухих зерновых продуктов Имеющаяся в продаже серия готовых продуктов позволяет выбрать идеальный режим питания для собаки в зависимости от ее реальных потребностей, времени года и физической активности животного В особо холодных областях рекомендуется пища с обильным содержанием благородных жиров, которые есть в рыбе и белом мясе Красное мясо можно давать только в качестве лакомства и нечасто, так как оно может спровоцировать кожные заболевания и проблемы с пищеварением Северные собаки отличаются чистоплодностью, а потому легко приучаются к домашней гигиене Чтобы приучить щенка ходить на газету, бывает достаточно смочить ее несколькими каплями его мочи так, чтобы отныне его привлекал собственный запах Постепенным смещением газеты к двери, а затем наружу, можно добиться того, что щенок будет проситься, чтобы его выпустили А теперь несколько простых, но эффективных советов по уходу за щенком Не мойте собаку слишком часто, так как шерсть у собак северных пород обладает свойством к самоочищению В то же время необходимо ежедневно чистить шерсть собаки специальной щеткой, а затем расчесывать ее металлической гребенкой для удаления пыли и лишних волосков Уши прочищать ватным тампоном, слегка смоченным теплой водой, раз в 8-10 дней Когти проверять раз в месяц и при необходимости укорачивать Обучение Обучение ездовой собаки можно начинать с 4-х месячного возраста путем приучения щенка к обвязке Снег для этого не требуется, достаточно тихо, не за асфальтированной проселочной дороги Наденем на щенка его упряжь, а на себя предохранительный пояс с прикрепленным к нему ремнем длиной в пару метров Достаточно простого приглашения, чтобы собака начала бежать и тянуть Дело в том, что стремление к бегу заложено во всех полярных собаках самой природой И высвобождает в них тот инстинкт, который заставляет их неутомимо тянуть сани на любые расстояния Начальные команды ограничиваются простым «нет» в те моменты, когда собака останавливается понюхать воздух и вперед, чтобы заставить ее идти дальше Когда она научится бежать без остановок по прямой, дадим ей постепенно почувствовать, так чтобы она не отдавала себе в этом отчет, наш вес После пары занятий можно начать отдавать еще две команды «Ру», чтобы заставить собаку остановиться, и «Легче», чтобы она сбавила шаг Команды обязательно должны сопровождаться адекватным движением ремня Чтобы команда ассоциировалась для собаки с требующимся от нее действием Чтобы научить ее различать, где право и где лево, нужно погонять собаку по маршруту с несколькими перекрестками На первом перекрестке замедлим бег и дадим команду «но», соправдив ее соответствующим потягам за ремень, так чтобы сориентировать собаку вправо Поворот влево осуществляется с помощью команды «О» Как только собака в совершенстве усвоит все команды, можно провести испытания с корным велосипедом, а в том случае, если есть снег, непосредственно с санями Для выполнения такой работы, как тяга саней, собака должна достичь полной физической зрелости В зависимости от породы и индивидуальных особенностей, такой момент наступает в возрасте от 5 до 10 месяцев В отсутствие снега, тренировку можно проводить с использованием подходящей тележки для летних тренировок Санный спорт, без сомнения, является самым захватывающим видом спорта с участием северных собак Однако для постоянных тренировок требуется специальное снаряжение и как минимум тройка собак Но и тот, кто имеет всего одну собаку, может прекрасно развлечься Хорошую возможность для этого предоставляет док-трекинг или гонки в горах Когда собака или собаки прикреплены к альпинистскому ремню, надетому на хозяина Этот вид спорта требует силы и крепких мускулов как от собак, так и от человека Для летних месяцев наиболее подходящим является велосипедно-собачий спорт Собаку привязывают к велосипеду и дают ей команду бежать, желательно в стороне от асфальтированной дороги Совершенно очевидно, что в самые жаркие месяцы спортивная активность должна ограничиваться Наиболее прохладными часами суток, во избежание плачевных последствий солнечного удара Все северные породы собак приспособлены к состязаниям на agility Этот вид спорта, созданный по образцу конных соревнований, предусматривает преодоление препятствий различной степени сложности Собака должна пройти маршрут за установленное время, без ошибок и превышения стандартного времени Быстрота, основанная на подвижности и хорошем владении техникой, является главным источником удовольствия как для собак, так и для их хозяев Кроме того, этот вид спорта способствует гармоничному физическому развитию собаки, без развязывания в ней агрессивных инстинктов Санный спорт, один из самых распространенных в современных западных странах, уходит своими корнями в ту далекую эпоху, когда золотоискатели алининг Аляски в стремлении скоротать долгую зиму, устраивали состязания на санях, запряженных собаками Сегодня в таких соревнованиях используются главным образом две породы, сибирская и аляскинская хаски Отличающиеся необходимыми для этого легкостью, быстротой и выносливостью В кругах, близких к этому виду спорта, говорят, что первая собака в упряжке это всего лишь солист команды А тогда как истинным дирижером оркестра является погонщик Его основная обязанность заключается в том, чтобы держать правильный курс, опираясь ногами на задние концы полозья Чтобы сделать поворот, ему необходимо приложить адекватный вес к полозу, соответствующему направлению поворота Главное это не сходить с саней, какие бы сложные ситуации не возникали Ни в коем случае не следует привязываться к саням, так как в случае падения последствия могут быть самыми трагичными Быть в отличной спортивной форме необходимо погонщику и в ряде других отношений Не последний из которых оперативно и адекватно реагировать на просьбы о помощи, исходящие от собак Хороший погонщик должен сохранять спокойствие и уверенность Отдавать команды лаконично и четко Он также должен работать ногами в ритм упряжки, обеспечивать подъемы и спуски И в нужные моменты тормозить, чтобы сани не наехали на собак Важно, чтобы собаки постоянно чувствовали присутствие и участие в деле истинного вожака о двух ногах Человек и животные должны взаимно чувствовать свою волю к бегу и к победе Должны быть как единое тело, стремящееся к финишу Гонки на собачьих упряжках – это не только захватывающий вид спорта, но и нечто большее Это вид спорта, участники которого проводят время в специфическом природном окружении В компании со столь же специфическими собаками И нередко относятся к этому как к своему истинному образу жизни Но даже если вам не по душе стремительная езда на санях Знайте, что северная собака может стать для вас превосходным спутником жизни Вместе с ней вы сможете пережить захватывающие приключения Насладиться приятной и успокаивающей прогулкой пешком или на велосипеде Или провести незабываемые радостные часы с участием всей семьи Собака всегда будет рядом с вами В любую минуту готовая откликнуться на зов своего хозяина Или своего любимого и обожаемого вожака Программа озвучена на студии ИС-7 Перевод Олега Мечковского Инженер звукозаписи Андрей Гривая Текст читал Илья Кулешов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok